В отборце спорта «Триумф» прошел всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу памяти Сергея Зайцева. Путь чемпиона СССР по силовому троеборью и культуризму начинался в Люберцах, в одном из первых и старейших атлетических клубов России «Титан». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, как титулованных, так и начинающих. С некоторыми из них познакомились мои коллеги. После десятилетнего перерыва Люберцы возродили одну из своих спортивных традиций. Родина российского бодибилдинга вновь стала площадкой проведения турнира «Титан». Главная цель организаторов – повысить интерес к этому виду спорта и напомнить о нем. В 70-80-е годы, особенно перед Олимпиадой, это движение было очень популярно и было направлено на подготовку молодых ребят к службе в армии. Был какой-то спад определенное время, не знаю, с чем это связано, а сейчас мы видим все-таки возрождение этого, и с каждым турниром участников становится все больше и больше. А коренной Люберчанин Юрий Новиков с бодибилдингом всю жизнь начинал карьеру еще в 70-х. Сейчас спортсмену 59 лет. За год он выступает как минимум в шести турнирах. Возобновление «Титана» для чемпиона Европы по бодибилдингу – долгожданное событие. Последний раз в 2010 году на нем выступал. По-моему, я вторым тогда стал. И вот в этом году он возобновился. Дай бог, будет, может быть, каждый год проводиться. Очень хороший турнир. Я думаю, что со временем будет много народу ходить. Кроме тяжелого мужского бодибилдинга были представлены категории для женщин – фитнес, бикини или пляжный бодибилдинг. Новые направления, которые пользуются сегодня большой популярностью. Легкая спортивная форма без перебора мышечной массы. Это, конечно, нравится большинству людей. Потому что тяжелый или профессиональный бодибилдинг – это все-таки удел узкой прослойки населения. Нравится это, наверное, не всем или понимают это не все. Поэтому такие легкие категории, они сейчас, скажем так, получают больше популярности. География участников масштабная. Воронеж, Тула, Ростов, Волгоград, Челябинск. Больше всего спортсменов из Москвы и Московской области. Для Марины Майорова и Солнечногорской, Даны Коловановой из Подольска, «Титан» – один из первых турниров. Карьеру фитнес-моделей девушки начали недавно. «Красивый спорт. Можно показать себя в красивом образе. Фигуру атлетов. Спортивная атлетическая. Для жизни тоже приятно красиво иметь. Мотивировать людей. Для себя тоже мотивация. Ты видишь свою форму, как она меняется тело. Хочешь еще больше, еще лучше. Наблюдать за своим процессом. То есть, как у тебя меняется форма. Это красиво, интересно». Отныне «Титан» вновь станет традиционным турниром. Соревнования, посвященные памяти чемпиона СССР по силовому троеборью и культуризму Сергея Зайцева, будут проводить каждый год.